Смотрите сегодня. Звездочки, кружочки, снежинки и квадратики. Противники мэра заявили о негласной кодировке на бюллетенях во время тайного голосования. Что делать с самовольщиками? На этот вопрос ответил главный пристав страны, который сегодня прибыл в Бурятию. Без преград. Самая красивая девушка в мире на коляске приехала в Бурятии, чтобы сняться в историческом фильме. Здравствуйте. В эфире новости на Первом Альтернативном. О последних новостях расскажут вам корреспонденты нашей информационной службы и я, Марина Непомнящих. И по традиции начнем выпуск с краткого обзора событий дня. Несмотря на похолодание, в Бурятии продолжают бушевать лесные пожары. Горят леса Баргузинского и Курумканского районов. На данный момент зарегистрировано 4 лесных пожара на общей площади около 500 гектаров. Напомню, с начала противопожарного сезона в Бурятии зарегистрировано 1168 пожаров. На площади более 100 тысяч гектаров. Это почти в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом. Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Соответственно, вход для населения в лес строго запрещен. Экзамен на профпригодность. В Бурятии началось лицензирование управляющих компаний. В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путином с 1 мая 2015 года, предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами во всех регионах России будет осуществляться только на основании лицензии. Главная цель – защитить собственников от недобросовестных управляющих организаций. Одним из обязательных требований является наличие у руководителя управляющей организации квалификационного аттестата. Известно, что в Бурятии лицензировать организации будет Республиканская служба государственной жилищной инспекции. Водитель лесовоза пытался провести 10 сотовых телефонов в исправительную колонию. Чтобы доставить посылку, злоумышленник проявил смекалку. Два телефона вместе с зарядными устройствами и сим-картами были спрятаны под сидением водителя в ящике для инструментов. Остальные 8 – между бревен в прицепе лесовоза. Однако при досмотре на пропускном пункте сотрудники колонии обнаружили запрещенную посылку. Сейчас в учреждении проводят служебную проверку. Известно, что водителя автотранспорта привлекут к административной ответственности. И к другим новостям. Интрига раскрыта. Сегодня стало известно имя нового мэра столицы. Выборы руководителя города были такими же жаркими, как и выборы депутатов в Горсовет. Только на этот раз, по информации оппонентов Александра Галкова, была специально разработана кодировка голосов на бюллетенях. Кто победил, а кто остался на задворках Горсовета? Репортаж Юлии Пермяковой. Пожалуй, нынешние выборы мэра войдут в историю как самые громкие. На сессию Горсовета явились представители прокуратуры, Народного курала и даже сам глава республики Вячеслав Наговицын, который убедительно призвал всех депутатов поддерживать друг друга. Я убежден, что сегодня лучшие из лучших представителей города Улан-Удэ будут представлять интересы жителей. Нам необходимо как никогда консолидироваться. Консолидироваться должна и республиканская, и городская власть. И мы должны оказывать друг другу поддержку, помощь. По словам противников мэра, лучшие из лучших это и сделали. Дружно поддержали своего кандидата. Единственный оппонент Александра Голкова Алексей Хондархаев заявил о некой кодовой системе голосования, которая позволит контролировать депутатов. Речь идет о звездочках, квадратиках и кружочках, которые должны были поставить вполне уважаемые и успешные личности на своих бюллетенях. Если верить оппонентам Голкова, то выборы больше напоминали детский сад, чем важное историческое событие. Попытки Алексея Хондархаева призвать к честному голосованию были проигнорированы. Алексей Сергеевич, я вынужден прервать ваше выступление. Мы идем по повестке. Эта система сделана для того, чтобы, эта система послед контроля, для того, чтобы отследить результаты голосования. Я абсолютно спокоен. Алексей Сергеевич, я вынужден прервать ваше выступление. Давайте договоримся голосовать галками. Алексей Сергеевич. Это будет честно, это будет тайно. Сегодня это утром получил документальное подтверждение. У ряда депутатов мне показали, появились на бумаге эти знаки. То есть каждому депутату присвоили, соответственно, символ, знак. Председателя счетной комиссии выбрали большинством голосов, синхронно поднимая таблички. Им стал жаргал цивиков. Депутаты уже было собрались в тайную комнату. Однако процессу помешал Николай Будуев, возмущенный составом этой самой комиссии. Я вам не мешал выступать, вы мне тоже не мешайте, хорошо. Так вот, сейчас есть три момента, на которые я хочу обратить ваше внимание. А мэр у нас не личность? А мэр у нас не личность? Так, хорошо, уважаемые депутаты. Время, три минуты истекло. Николай Будуев, пожалуйста, на свое место. Три минуты вы мне не дали, постоянно перебивали. Поэтому уж будьте добры, дайте выступить. Николай Будуев, все время истекло, пожалуйста. Три минуты согласно регламенту. Продолжаем работу дальше, уважаемые депутаты. Ребята, вы понимаете, что вы делаете сейчас? Не давай мне выступить. Вячеслав Владимирович, может вы скажете свое слово веское уже? Вы же у нас сторонник демократии. Николай Владимирович, ну зачем вы превращаете здесь? Все, спасибо. Вячеслав Владимирович, ну ответьте, пожалуйста. Объявляется перерыв. Тони остаются пятером с бюллетенями. Что они там будут делать в клуарах, это все сторонники Голкова. Что они там будут делать с этим бюллетенями, кто знает. Я, насколько знаю, сейчас членам МАД «Единой России» дано задание, когда они будут голосовать в бюллетенях для тайного голосования, ставить определенные отметочки. Кому-то снежинки, кому-то там звездочки, кому-то там критики, нолики. Вы будете оспаривать решение? Да, конечно, буду. Наверное, пойду в суде на порядке. Я хочу посмотреть протоколы, и что там за звездочки критики будут рисовать. Тем не менее, депутаты Горсовета дружно отправились в тайную комнату. В отличие от своего конкурента, Александр Голков вел себя вполне спокойно, как будто чувствуя за собой победу. И вот час икс настал. 18 голосов было отдано за старого мэра Александра Голкова. Его соперник Алексей Хондаркаев набрал на 9 голосов меньше. Случайность или совпадение? Согласно нашему источнику, в эти выходные мэр вместе с 18 депутатами Горсовета от «Единой России» провел уикенд в Буримячинске. Так ли это на самом деле, мы решили выяснить лично у Александра Михайловича. Скажите, пожалуйста, а это правда, что накануне выборов вы ездили на Байкал с 18 депутатами? Где их заставляли голосовать в селе? Вы тоже с нами ездили. Это правда? Вы скажете, это правда? Есть такая информация. Неправильная. Неправильная у вас информация. Неправильная информация? Я понимаю, вы, наверное, хотелось бы с нами съездить и узнать больше. Так не ездили. Вы хотели бы съездить? Нет, почему вы мне вопросы задали? Я вам хочу задавать вопросы. Так вы, значит, ездили, да? Я больше всего хочу задавать вопросы вам, потому что вы все время задаете вопросы. А вы никогда на них не отвечаете? А я на ваши вопросы не могу ответить, потому что вы задаете вопросы таким вот образом, что хочется ответить вопросам на вопросы. Спасибо. Ну так скажите, вы ездили на Байкал или нет? Лично я? Да. С накануне выборов с депутатами. Да куда хочу, туда и еду. Понимаете, на Байкал, куда угодно. Это мое личное дело. Вы с вами коллегами, да? Спасибо. Всего доброго. А почему вы никогда не отвечаете на наши вопросы? Персональ для АТВ. До свидания. Почему до свидания? Когда придете, будет о чем-то интересном поговорить. Я хочу еще с вами поговорить. Не мало. Я не хочу. Что именно подразумевал мэр под интересным, для нас осталось загадкой, потому что задать новые вопросы уже не удалось. На этом господин Голков решил откланяться и завершил пресс-подход. Ну а мы, в свою очередь, будем продолжать готовить интересные вопросы для мэра. Надеемся, что они не останутся без ответа. Юлия Пермякова, Алексей Ионов, Первая альтернативная. Скажите, ну вы-то рады, что выбрали мэра? Я очень рада. Что вы выбрали мэра? У каждого есть свой таежный. Так прокомментировал главный пристав страны ситуацию, которая сложилась в пригороде Улан-Удэ. Артур Парфенчиков прибыл в Бурятию с инспекционной проверкой. Он отметил, что почти в каждом регионе страны есть люди, которые сначала самовольно занимают землю, а потом выступают в борьбу с судебными приставами. Главная цель приезда главного пристава – проверка деятельности республиканского управления. Все подробности у Надежды Хлыстовой. Выселение Ясно – самое тяжелое административное производство. Сегодня в этом признался глава судебных приставов, который прибыл в Бурятию с инспекционной проверкой. В целом он дал положительную оценку деятельности бурятских приставов. Однако есть и недочеты. Если, например, у нас позитивные эмоции вызвало посещение и проверка советского отдела, то, скажем, у нас были большие претензии по отделу железнодорожному. И здесь тоже у нас определенно возникла доля критики в адресе центрального аппарата, что, на наш взгляд, это тоже отсутствие вот такой комплексной системной работы. Потому что, ну, как это так, один район работает хорошо, а другой, вот, собственно, ну, есть проблемы даже, наверное, и в контрольной деятельности, с точки зрения способности дать объективную оценку. Артур Парфенщиков отметил, что в последнее время увеличилось количество производств. В основном это взыскание кредитов и алиментов. По сравнению с прошлым годом, значительно сократилось количество дел по штрафам ГИБДД. Пик пришелся на 2013 год. Также главный пристав прокомментировал ситуацию в поселке Таежный. Бурятия – это регион России, здесь у нас единое правовое пространство, поэтому, если ситуация потребует этого, то, безусловно, будут применяться и бульдозеры для сноса, если это будет необходимо с учетом конкретной ситуации. Здесь нельзя это исключать. Оценку всем вопросам по этим крайне сложным и болезненным, конечно, позициям уже дал суд. Вот все дискуссии, все аргументы, контраргументы должны быть в суде, которые, как правило, длится не один месяц. Более того, эти суды очень часто длятся годами. Вот там должна быть площадка для дискуссий. Там должна быть пресса, там должна быть общественность. Вот там надо дискутировать, понимаете, и предъявлять все аргументы. Когда решение суда состоялось и вступило в законную силу, а что тут можно обсуждать? Он отметил, что к каждому исполнительному производству нужно подходить индивидуально. Конечно, мы стараемся дать возможность даже поступившему в законную силу решению, у нас это общие даже методические рекомендации, дать возможность завершиться правовым дискуссиям во всех возможных форматах, даже в конституционном порядке. Также он сообщил, что в последнее время изменилось отношение к судебным приставам. Люди стали понимать, что они исполняют лишь решение суда. Кроме того, жители Бурятии стали чаще платить по счетам, боясь огласки со стороны общества. Здесь достаточно активно применяются все меры, которые предусмотрены законодательством. Это ограничение выезда, ареста имущества и возбуждение уголовных дел. И по всем этим критериям управление находится в числе лидеров. И по сибирскому, и федеральному округу, и в целом по России. Сегодня же Артур Парфенщиков встретился с Вячеславом Наговицыным, где они обсудили проблемы взимания штрафов и вопрос самовольного строительства. Надежда Хлыстова, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. Заживо погребенной в Заиграевском районе возбудили уголовное дело по факту смерти 8-летнего ребенка. Известно, что днем, 19 сентября, четверо детей находились в хоккейной коробке возле школы в поселке Анахой-2. В этот момент туда завезли песок. Дети принялись играть, рыть окопы и туннели. Спустя некоторое время трое ребятишек покинули хоккейную коробку, оставив своего друга одного. Когда дети вернулись обратно, то нашли своего товарища засыпанным песком. Спасти ребенка не удалось. Сейчас с детьми работают психологи, отрабатываются все версии трагедии. Задерживается не значит опаздывает. 20 сентября в Лануде стартовал отопительный сезон. Однако у многих жителей многоквартирных домов батареи по-прежнему остаются холодными. Более того, в некоторых квартирах Октябрьского района до сих пор нет горячей воды. Однако, как заверили представители ТГК-14, поводов для беспокойства нет. Сейчас идет процесс запуска. Процесс запуска обычно занимает несколько дней запуска отопления. В первую очередь подключается объект в социальной сфере. Больницы, школы, детские сады. Затем по мере готовности подключается к отоплению жилой фонд. Подключение жилых домов лежит и на оперативности управляющих компаний. Отмечу, согласно документации, отопительный сезон принято начинать, когда суточная температура удерживается ниже плюс 8 градусов в течение пяти суток. Пока в Лануде среднесуточная температура выше этого показателя. В прошлом году тепло в квартиры поступило 18 сентября. Начать жизнь с чистого листа. В Бурятии стартовал социальный проект, направленный на оказание помощи неблагополучным семьям. Согласно статистике, в таких семьях в республике проживает более двух тысяч детей. Родители некоторых из них хотят встать на путь исправления. И благодаря проекту с чистого листа у них появилась эта возможность. Среди этих людей есть и такие, кто хочет поменяться. И вот как раз на этом примере, на примере этих семей, мы покажем, что руки опускать никогда нельзя. Нужно бороться, нужно бороться со счастьем, со счастьем своих детей. Нужно меняться и меняться к лучшему. Для этого есть куча возможностей, куча инструментов. Главное – это желание человека изменить свою жизнь и жизнь своих близких. Суть этого проекта в том, что прошел отбор тех семей, которые злоупотребляют спиртными напитками и хотели бы поменять свою жизнь к лучшему. На первом этапе участники проходят лечение от алкоголизма в областном наркологическом диспансере. Затем они получают возможность, если не работают, то трудоустроятся, при необходимости переобучиться. В проекте задействованы практически все районы республики. Желание начать жизнь с чистого листа изъявили несколько десяток семей. 64 из них примут участие в госпрограмме. В настоящий момент три человека уже проходят обследование. Известно, что двое из них – с Иволгинского района и один – с Улан-Удэ. Мисс Мира на коляске снова посетила Бурятию. Ксения Безуглова на этот раз приехала в нашу республику, чтобы сняться в документальном фильме, посвященном 250-летию основания Института пандита Хамбулам в России. Участие в кинофильме победительницы конкурса красоты среди инвалидов не случайно. Эта хрупкая девушка, которая шесть лет назад оказалась в прикованной коляске, продолжает вести активный образ жизни, подавая пример людям с ограниченными возможностями. Именно поэтому Ксению пригласили сняться в документальном кино об Институте Хамбулам в России. Я как героиня, которая просто рассказывает об одном из Хамбулам. Я рассказала о Хамбуламе Иралтуеве. Мы ездили на места его рождения, места его жизни, служения. Это был М.Ч. Лама, и поэтому, наверное, мне удостоилась такой чести рассказать именно об этом Ламе, потому что он исцелял людей. Для меня это большая честь, конечно, сняться в таком фильме, вообще, такого масштаба. Это исторический фильм. Это, конечно, для меня очень приятно. Съемки фильма с участием Ксении практически завершились, и девушка в ближайшее время покинет нашу республику. Однако вскоре она обещает снова вернуться. Мисс Мира 2013 года в Бурятии уже во второй раз. Она приезжала к нам несколько месяцев назад и, по ее словам, еще тогда бесповоротно влюбилась в нашу республику. Отмечу, что Ксения Безуглова уже много лет изучает буддологию и является сторонницей буддизма. А теперь новости из мира шоу-бизнеса. Наш земляк Саян Дашанимаев прошел во второй тур шоу «Хачук Меладзе». Саян родом из глухой деревни. Как он сам про себя рассказывает, в детстве подрабатывал пастухом, а пение для него было простым увлечением. Первый тур известного телепроекта Саян прошел с легкостью, просто отправив свое видео на сайт проекта. Однако второй этап дался молодому человеку нелегко. Чтобы приехать в Москву на второй этап конкурса, ему пришлось взять кредит. После зажигательного выступления у мужской половины строгого жюри не возникло сомнений в природном таланте Саяна. Однако девушки остались равнодушными, но сам маэстро решил дать позитивному юноше шанс. Не обессудьте, как говорится. Не обессудьте девушки, но он проходит во второй. Окончательный состав мужской вокальной поп-группы, которая продолжит работать с Константином Меладзе, станет известен в декабре. Съемки проекта проходили летом. Известно, что сейчас Саян Дышинимаев находится в Москве и проходит обучение по классу вокала в Академии эстрады и телевидения Останкина. Культурная неделя. С 25 по 26 сентября уже в 19 раз в Бурятии пройдет необычное мероприятие под названием «Книжный салон». В этом году главной гостью ярмарки станет знаменитая писательница Анна Берсенева, которая является автором порядка 25 женских романов. В рамках салона будут также презентованы более 20 новых произведений. Кроме того, посетители ярмарки будут представлен политический альманах-навигатор «Паровоз». Этот альманах издается в Москве, но печатает писателей-поэтов из Сибири и Дальнего Востока. И в частности героями этого номера стали Марсена Узетуев, Юрий Извеков, Булатой Шейф, Аркадий Перинов, Галина Чепотарева. Это бурятские писатели, которые, собственно, и прочтут свои стихи в рамках презентации альманаха «Паровоз». На следующий день после презентации в рамках салона пройдет акция «Книговорот», где каждый желающий сможет обменяться книгами. Мероприятие пройдет на Театральной площади. Также на этой неделе в Бурятии состоится еще одно заметное культурное событие – открытие концертного сезона Государственной филармонии. В этом году его открывает Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Спортом едины. В прошедшие выходные на Центральном стадионе Улан-Удэ прошла спартакиада среди представителей СМИ. В соревнованиях приняли участие почти все телекомпании города и команда «Радио Сибирь». Журналисты померились силами в пяти спортивных дисциплинах – это мини-футбол, стрельба из пневматического ружья, теннис, эстафеты и перетягивание каната. Наша телекомпания заняла второе место, уступив только команде Тевикома. Баскетбол для всех. В минувшие выходные на спортивной площадке 49-й школы состоялся второй открытый турнир по уличному баскетболу. В соревнованиях приняли участие 11 команд, как из Улан-Удэ, так и с районов республики. Уличный баскетбол или по-другому стритбол – это игра в одну корзину, где игровая зона занимает всего лишь половину поля. Турнир по стритболу – это одна из разновидностей баскетбола на призы мастера спорта России Ивана Савельева, воспитанника нашего бурятского баскетбола, выпускника школы номер 49, который сейчас выступает за команду баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Наш земляк Иван Савельев в этом году примет участие в самом крупном европейском турнире. На этих соревнованиях неожиданно для всех победила команда ЛВРЗ. Этот турнир по стритболу открыл новый баскетбольный сезон в нашей республике. В Улан-Удэ в очередной раз стартовал фестиваль неправильного кино. Фильмы со всего мира, которых не увидеть в широком прокате, будут представлены на суд улан-удэнских ценителей настоящего арт-хауса. Известно, что в этом году пикантности фестивалю добавят фильм с участием скандально известной модели Саши Грей. Далее подробнее. 21 сентября стартовала ежегодная феерия кинематографического мастерства. Фестиваль неправильного кино журнала «Выбирай». На этот раз любителей умного кинематографа ждут в кинотеатре «Пионер». На суд зрителей шесть картин, среди которых «Летняя ночь в Барселоне», Дани Делла Ордена, мужчина, которого очень сильно любили, Андре Тишине, двойник Ричарда Айуади, властелин разметки Дэвида Гордона Грина. Впечатляет и география фестиваля. Испания, Франция, Великобритания и США. В очередной раз журнал «Выбирай» радует всех поклонников хорошего кинематографа. В этом году у нас шесть потрясающих картин, очень хороший актерский состав, то есть много очень известных актеров, в отличие от предыдущих сезонов. По словам организаторов, неправильное кино не рассчитано на широкую аудиторию. Ленты ориентированы, в первую очередь, на думающего зрителя. В этом сезоне фестиваль неправильного кино 2014 обещает шик, блеск и красоту. Впечатляет и звездный состав «Лайджа Вуд», Ванесса Паради, Катрин Денёв, Инзабель Аджани и даже скандально известная Саша Грей. Фестиваль продлится до 5 октября. Организаторы уверяют, что эти фильмы заставляют посмотреть на окружающий мир по-новому. У меня все новости к этому часу. Наши новости вы можете посмотреть на сайте www.baikal.tv.ru Заходите, комментируйте и звоните к нам в редакцию по телефону 45 4309. А я желаю вам отличного начала рабочей недели. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова